Чтобы достичь своей мечты, люди всех поколений прибегали и продолжают прибегать к помощи особых ритуалов. Один из них базируется на обращении к вселенной и требует всего лишь воды, соли и листка бумаги. Однако, даже у такого простого способа есть ряд правил, которые нужно обязательно соблюдать. Каких именно, вы узнаете из этого видео. Не переключайтесь! Для начала немного поговорим о самой сути данного ритуала. Почему именно вода, соль и бумага? Вода – лучший проводник энергии. Она может унести плохие мысли, негативную энергетику и наши обиды. А по совместительству вода хорошо передает наши желания, чувства и стремления вселенной. Соль же используется в огромном количестве обрядов для очищения. Считается, что она может нейтрализовать все негативное, очистить душу человека и успокоить разум. Бумага в этом ритуале обозначает чистое, не запятнанное, отрицательными эмоциями желание. Она также может служить символом уверенности или начала новой жизни. А еще она необходима, чтобы лучше передать наше желание вселенной. Однако, это не единственные составляющие обряда. Не менее важными являются ваши чувства, воля и умение поддерживать связь с высшими силами. Например, если вы просто начнете что-то выпрашивать, да еще переполненные злостью и обидой, вселенная точно отринет вашу наглую и переполненную негативной энергетикой просьбу. Таким образом, у данного ритуала есть несколько важных составляющих. Для начала мы поэтапно рассмотрим, что нужно делать, а затем поговорим о возможных ошибках. Шаг первый. Для начала вы должны сосредоточиться и искренне поверить в то, что делаете. Вы должны осознать и принять силу соли и чистой воды. Подумайте о том, что соль тесно связана с историей человечества. Она считалась очень ценной и была привилегией аристократии. Какое-то время ее даже использовали в качестве валюты. И по сей день эта приправа присутствует практически на каждой кухне. Соль не просто улучшает вкус пища, она жизненно необходима для человека. Этот продукт контролирует баланс жидкости в нашем организме, а также используется для консервации пищи. В прошлые века ее способность увеличивать срок хранения спасала жизнь людей в долгих походах. Согласно огромному количеству традиций, соль – инструмент духовного очищения. В разных верованиях она может изгонять нечисть, снимать порчу, одержимость из глаз. Еще соль считается проводником положительной энергии. Вода тоже обладает очень сильными магическими свойствами. Считается, что она неразрывно связана с потоками Вселенной, а потому приносит нам душевное и физическое здоровье. О роли воды в жизни людей и всех живых существ можно даже не упоминать, она незаменима. Однако для обрядов принято использовать только талую, дождевую или святую воду. Кроме того, всем известно, что морская вода оказывает положительное влияние на здоровье. Она улучшает настроение, помогает снять стресс и повысить концентрацию внимания. Такая вода обладает сильным, очищающим и расслабляющим действием, а после принятия ванны с морской солью на душе всегда становится легче. Именно поэтому вода с добавлением соли, даже поваренной, отлично подходит для того, чтобы установить крепкую связь со Вселенной. Шаг второй. Итак, для начала нам понадобится любая удобная емкость, например, миска или кастрюля. Главное, чтобы она была чистой. Далее нужно залить в нее воду. Подойдет любая, кроме дистиллированной и водопроводной. Жидкость должна занимать половину объема емкости. В воду положите чайную ложку любой соли. Размешивайте ее, пока соль полностью не растворится. В процессе думайте о духовной ценности соли. После этого поблагодарите воду и соль за помощь в вашем деле. Для этого произнесите «принимаю помощь воды и соли с благодарностью». Шаг третий. Далее нужно выразить благодарность Вселенной за все, что вы получили ранее. Это необходимо, так как умение видеть хорошее и ценить то, что дает нам жизнь, помогает выйти на новый уровень изобилия. В то же время, попав в ловушку зависти, ненависти и обиды, мы медленно сходим с ума и теряем самих себя, отталкивая все, что у нас когда-либо было. Желательно выработать в себе привычку быть благодарным. В этом нам поможет легкое и быстрое упражнение. Возьмите телефон и поставьте таймер на одну минуту. В течение этого времени думайте о всем хорошем, что вам дала жизнь, от серьезных вещей до самых незначительных мелочей. Мысленно выражайте благодарность за все, что вам было дано судьбой. По прошествии этой минуты уверенно скажите «Выражаю искреннюю благодарность Богу за все, что есть в моей жизни. Верю, что с каждым днем моя жизнь становится все лучше и лучше». По окончании упражнения расслабьтесь и сосредоточьтесь на эмоциях, что таятся в вашем сердце. Постарайтесь удержать чувство тепла как можно дольше и хорошенько запомнить его. Шаг четвертый. Теперь пришло время отправить свое желание всемогущей вселенной. Для этого возьмите чистый и ровный лист бумаги без рваных краев или вмятин. Самой обычной ручкой напишите на нем свои настоящие фамилию, имя и отчество. К примеру, Сергей Иванович Кузнецов. Дальнейшие действия разнятся в зависимости от того, что именно вам нужно. Если вы хотите просто очиститься от негативной энергии, прийти к гармонии с собой или снять порчу, желание описать не нужно. Просто аккуратно положите листок в воду и скажите, «Пусть Бог использует это имя, чтобы принести чудо милосердия в мою жизнь. Благодарю и принимаю». После этого представьте, как чистая энергия проходит по вашим венам и приносит успокоение. Если же вы хотите попросить Вселенную исполнить ваше желание, нужно написать его на листке бумаги вместе с именем. При этом нужно писать в настоящем времени, вдаваясь в самые мельчайшие подробности. Вы можете даже написать, что вы будете чувствовать и какая погода будет стоять на улице. Старайтесь написать как можно больше и точнее, чтобы Вселенная смогла правильно понять ваше желание. Затем опустите листок в воду. При этом старайтесь думать о том, как все невзгоды уходят прочь, а ваше желание исполняется прямо у вас на глазах. После вслух произнесите свое имя и желание. Закончив, скажите, «Я благодарен за все благословения, которые ждут меня впереди. Я доверяю процессу жизни и позволяю своим намерениям проявляться в соответствии с божественным планом». Да будет так. Независимо от выбранного метода, нужно дать листку пропитаться соленой водой. Затем осторожно вытащите его и высушите. При желании можно хранить лист у себя или закопать его в почву, чтобы усилить эффект ритуала. Шаг пятый. И последнее, что от вас требуется, довериться Вселенной. Не нужно думать о сроках исполнения вашего желания, просто отдайтесь процессу и ждите знаков. Рано или поздно Вселенная свяжется с вами. Будьте внимательны и терпеливы, чтобы не упустить свою возможность. Распространенные ошибки. Иногда желание не исполняется или понимается Вселенной неправильно. Причем второе гораздо опаснее, чем первое. Поэтому давайте обратим внимание на несколько популярных ошибок. Первое. Я хочу. В своем желании вы должны писать так, как будто желание уже исполнилось. Если же вы напишите что-то в стиле «я хочу новую машину», то Вселенная поймет вас неправильно. Так вы всю жизнь будете хотеть машину, но на деле ничего не получите. Второе. Требую, чтобы желание исполнилось сейчас же. Вы не можете ничего требовать от Вселенной и ставить какие-либо сроки. Сосредотачиваясь на времени, вы лишь способствуете выработке негативной энергетики и отсрочиваете исполнение желания. Третье. Хочу, чтобы ему было хуже, чем мне. Желания, основанные на злобе, жажде мести и других отрицательных эмоциях, не исполняются. В редких случаях это может сработать, но всегда не так, как вы думаете. Четвертое. Желаю счастья. Вселенная не понимает иронии, двусмысленностей и так далее. А если в описании есть пробел, она заполняет его сама и далеко не факт, что вам придется это по вкусу. Также помните, что для исполнения желания важно сохранять позитивный настрой и не отвлекаться. Если не получается, попробуйте сначала помедитировать какое-то время. Субтитры создавал DimaTorzok